Военное обозрение «Сверхсощущенная сирийская шилка» стала проклятием для боевиков. Вчера, 5.56 «Сверхсощущенная сирийская шилка» стала проклятием для боевиков. Зенитная самоходная установка СЮ-23-4 «Шилка» применялась во многих вооруженных конфликтах. Она продемонстрировала высокую эффективность во Вьетнаме, на Ближнем Востоке, в Африке, в Иракской войне, во время боевых действий в районе Персидского залива в 1991 году. 23 мм малокалиберные пушки «Шилка» успешно работали по наземным целям, как по живой силе, так и по легкобронированной технике. Для частей 40-й армии в Афганистане была даже разработана специальная версия, без радиолокационного комплекса. Данные машины воевали также в составе российской армии во время боевых действий на Северном Кавказе. Су-23-4 «Шилка» была в боевых порядках сирийской армии с самого начала Гражданской войны. Благодаря наличию достаточно большого боекомплекта, 2000 снарядов и высокой скорострельности, до 1000 выстрелов в минуту на ствол, эта 20-тонная машина стала настоящим проклятием для боевиков. Но в очередной раз проявился такой недостаток машины, как слабая защищенность. Броневая защита у нее всего 9,2 мм у шасси и 8,3 мм у башни. Поэтому техника несла потери. По опыту минувших боев, сирийцы начали модернизировать свои СУ. Сейчас «Шилки» оборудуют противокумулятивными экранами, цепями и дополнительной защитой от стрелкового оружия. В результате защита боевой машины резко повысилась. Военным удалось превратить зенитную установку в настоящую машину огневой поддержки. И, по мнению военных экспертов, данный опыт может пригодиться и другим странам, которые эксплуатируют эти зенитные установки. Субтитры создавал DimaTorzok